В прошлом году в области 949 супружеских пар решили развестись и подали заявление. 639 семей уже разошлись. Почему с каждым годом этот показатель растет? Как примирить тех, кто решил расстаться? Подробности далее. Измена близкого человека, употребление алкоголя и наркотических веществ, отсутствие источника дохода – все это являются основными причинами, которые приводят к расторжению браков. К сожалению, такое понятие, как развод, вполне вписывается в общество. Если у супругов нет общих детей, нет имущественных претензий и они согласны на развод, то достаточно подать совместное заявление о расторжении брака в органы ЗАГС по месту жительства обоих супругов или одного из них. Очень часто при разводе возникает спор по вопросу раздела имущества. В прошлом году рассмотрено около 150 таких дел. По области насчитывается 6097 граждан, которые платят алименты. Из них 4 235 своевременно их выплачивают. 270 человек отказываются помогать материально своим детям. Остальные примирились между собой и не стали обращаться к частным судебным исполнителям. В семьях, где есть несовершеннолетние, супруги могут сформировать соглашение об уплате алиментов у нотариуса. В настоящее время процедура подачи заявления очень проста. А если возникает спор, пара сразу обращается в суд. Для обращения не нужно много документов. То есть вы платите госпошлину 875 тенге. В прошлом году в области 949 семей решили развестись. Из них 639 разошлись. В большинстве случаев к такому решению приходят пары, которые прожили в браке около года или двух, а также те, чьи браки длились больше 10 лет. Мадина Нуркина, Жамбута Сентаева, Адиль Нуржанов, Служба новостей.